Всем привет-привет! Смотрите, какой у нас день классный. Мы с Ромашкой идем с баскетбола. Поздоровайся. Я привет! Ну шапку-то что на глаз натянул? Поправь аккуратненько. Отзанимались, побесились, сейчас проводили. Смотрите, что с моим глазом. С глазом твоим? Это ты на плавание еще поцарапала, да? На плавание поцарапала. Покажи тогда, раз уже говоришь. Не дома, это я. Это на плавание, Ромочка. Это после плавания у тебя появилось. Ну ладно, пускай дома будет. В общем, утром был мороз, мы шли, когда на баскетбол, машины все были у нас в Инии. Минус один, минус два, что-то такое было. Мы вчера, вот когда съездили к маме, к свекрови, чаек попили, посидели там хорошо. Ром поигрался с братишкой. Ну и в общем, вечером вышли уже, вчера Ром, вышли на улицу и уже такой холод был. Так холодно было, прям ды-ды-ды-ды-ды. Ветер еще такой был сильный. А сегодня, вот смотрите, утром еще было холодно, а сейчас солнышко вышло. Ой, я сейчас просто не знаю. Думал, какой-то мусикамер, я думал. Ну и утром вышли, прохладно было, а сейчас вот солнышко вышло, и прям так хорошо, так ветра нет. Вот замечательная погода. Да, еще одна у нас, Роман взял свои спортивные обувь школьную. Ну, переобуваться, так как он сейчас в ботинках ходит. Да? Одевает их там, а они ему маленькие. Я говорю, ну как так? Но они же школьные, а в понедельник у него спорт. Я сегодня планировала заняться сайтом, ну, ютубом, да, там, переоформлять это все. Ну, может быть, еще и буду. Но теперь придется по-быстрому где-то ехать, смотреть спортивные обувь ему, потому что в понедельник у нас уже, ну, не вариант выписать, в понедельник у нас уже спорт. Вот так вот. Ну, посмотрим. Сейчас, может, ну, где надо просто подстричься. Хотя нет, у него всегда, всегда стриженые, всегда аккуратненькие. Вот так вот. Посмотрим, какие у нас сегодня планы и дела будут. Сейчас буду с Александром завтракать. Мы еще не завтракали сегодня. Веселые, наверное. Погода так, смотри, какая замечательная. Солнышко светит, травка зеленая, да? Я на голову так смотрю с ума. Да, совершенно. Пошли. Очень хорошо на улице. Так что вот такие у нас на сегодня пока что планы. Саша там собирался тоже кое-куда съездить. Не знаю, может, у него изменились планы, может, нет. Но на сегодняшний день у него выходной. Так что будем, 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 будем вместе сегодня что-то делать. Ну что, пришла я красить волосы. Предвидя ваши вопросы, почему-то часто красишься. Ну, растут у меня быстро волосы. Посмотрите, я уже, вот, просто вам покажу. Вот, видите, вот эти вот седые волосы. Седые волосы. Я не знаю, вам видно, камера передает или нет. Но я не привыкла ходить с седыми волосами, с отросшими корнями. Может, кто-то ходит, но я люблю, чтобы у меня было все свеженько, чистенько и покрашено. Поэтому крашу волосы. Тем более, эта краска, она сильно, как бы, не вредит моим волосам. Это не выжигает ничего. Поэтому, ну, конечно, она и не полезная, но хочется выглядеть хорошо. Поэтому я крашусь. И сегодня я хочу еще попробовать новую краску для бровей. Обычно я хной крашу. Девочки, у меня в прошлый раз спрашивали тоже, чем красишь, покажи. Я показывала в этот раз. Я вам покажу в экшене. Я купила краску. Сейчас я вам покажу. Вот в экшене я ее покупала в прошлый раз. Кто видел, когда я была, там новинки смотрела. Вот эту краску брала. Цвет. Все, смотрите, какая. Не знаю, буду пробовать. Но по виду и по как ее наносить, все так же стоит, как и хна, да, в принципе. Хну сейчас достану. У меня там немножечко совсем осталось. Покажу нам тоже. Хна. Это я покупала ее в Амазоне. Заказывала уже не первый раз заказываю. Стоит она около, я не знаю, около 10 евро, по-моему. Эту я не помню. Я говорила вам. Посмотрите, кому интересно. Вам в экшене, по чем покупала. Первый раз беру, как сказала, вот эту вот. Буду пробовать. Цвет вот он, да. Пробуем. И краска у меня, как всегда. Ну что, буду приступать. Запомнили меня такой? У меня вот футболочка, видите, это специальная моя. Я в ней крашусь всегда. Все. Увидимся уже, когда я приведу себя в порядок. Сейчас сначала накрашу брови свои. Потом, пока я буду краситься, красить буду голову, брови мои покраситься. Закончу красить голову, смою брови. И потом минут 30 подержу краску. И уже потом буду снимывать. Ну что, все, я покрасилась. Вот так вот, друзья. Теперь брови мои. Ничем не подкрашенные. Краска, кстати, нормальная. Мне кажется, такая же, как и хна эта была. Че ты? Хна. 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 Здоровося. Я даже подкрашился. Чем ты покрасился? Я подболился. Ничего, волосы сзади особенно торчат. Ты куда пошел? Бомжок. Я сейчас прижил. Ясно. В общем, все. Сейчас будем мы обедать. Обед у нас вчерашний. Все то же самое. Че? Хочешь что-то сказать? Нет. Прокомментировать? Прокомментировать? Вчерашний обед. Не понравился вчерашний обед? Нормально. Нормально? Да. Прическа у меня класс, конечно. Да. Слышно. С бородой тоже хорошо смотрится. Как вам идет? Как думаете? Как вам идет? Вам идет или нет? Вам нравится моя борода? Мне нравится им твоя борода. Ну, может, кому-то им нравится. Да. Только, может, и мне. Сейчас девочки из вредности напишут. А нам нравится. Сашина борода. И Сашина стрижка. Лучше, короче, класс. Давай. Ладно. Пошла я на кухню. Разогревать. Вчерашний обед. И... И тут нужно прибраться немножко. Саша только что пока... Пока что я, в общем, красилась. Между делом я тут убиралась. Полы помыла. Пыль вытерла. Саша почитал с романом. Ромка мне принес этот... Как называется? Если перевести паспорт для чтения. В общем, вот такая вот бумажечка. Да, я уже ее показывала. Нужно отмечать. Он вчера у нас хотел шустрить. И сказал... Попросил нас, чтобы мы отметили без чтения. Просто отметьте. И все. Надо будет сейчас мне отметить, что он вчера почитал и сегодня почитал. Вчера он не читал. Он вчера, в общем, мы ему сделали паузу. Так как мы к маме ездили в гости. Потом уже вечером, в общем, не стали напрягать ребенка. Но сегодня он двойную порту прочитал. За вчера и за сегодня. Поэтому можно отметить сразу смело. Вчерашний день и сегодняшний. Так что сейчас все отмечу. Уберу здесь. И потом позже мы с вами встретимся. Да, кстати, у меня девочки спрашивали, чтобы я показала мои маникюрные, в общем, эти все принадлежности. Там чем пилы, чем я делаю. Давайте так. Сейчас я уже просто это все убрала на места. Когда пришел этот комментарий, у меня уже было все, ну, там лежало уже на местах. И поэтому я вам сразу не показала. Давайте потом я покажу как-нибудь созрею и достану все и покажу. Я уже как-то показывала, но у меня сейчас немножечко обновилось там и мои приспособления, и лаки, гели, там акрилы и всякое такое. Потом как-нибудь покажу. Ну, учить никого не буду, как что делать, потому что я сама-самолучка. И так что просто покажу вам. Может быть, даже завтра. Но сегодня точно уже не это. Не до этого есть кое-какие другие важные дела. Все. Как сказала, чуть-чуть попозже мы с вами увидимся. Так, ну что, мы наконец-то вышли. Ждем-ждем нашего папы. Папа еще нас никак не выйдет. Роман. Мам, я в каком-то магазине для Аталия сай купил. Если он нам попадет, то купим. Если нет, то нет. Договорились? Специально мы его искать не будем. Зачем? Ну, потому что уже поздно. Нам надо главное... У нас есть цель, да? Цель какая? Цель купить себе обувь. Спортивные кроссовки. Потому что у тебя в понедельник будет спорт, а тебе твои маленькие. Так? Окей, мы будем... Вот это такую считалочку ты мне? Да? А у нас знаешь, какие раньше были считалочки? Скручь Макдак и три утенка. Выходи, ты будешь. Понка, понимаешь? Эни, бэни, рики, таки. Что-то такое. В общем... Эни, рики, рики, таки. Кто-то... Ну, в общем... Может, кто купить? Может, ты? Может, и я, а может, ты. Так, расскажи мне. Может, ты вот это? Я не помню, как там было. На золотом крыльце сидели. Микки, Маус, Том и Джерри. Скручь Макдак и три утенка. Выходи, ты будешь понка. Папа будет понка. Считалочку надо какую-то ему посчитать. Ты знаешь такую? Я такой не знаю. Он, смотри, стерео у тебя зажигалку. Ты взял свою на лестнице, что лежал? Это две. Да? А, это... Карточка у меня. Эни, эммистер. Кто? Ну, пошли. Кто купит тебе литые часами? Кто? Кому не попадется? Мне! Ну, это очень хороший гадалок. Значит... Придумал, да? Знаете, это у меня попадется. Ну, конечно. Ты потом поедешь и потом... Купишь, да? И потом купишь у меня летающий шарик. Так, поехали. Я сейчас у меня показал. Да, вот этот, который... Все, понял. Увидим, купим. Шарик покупаем. Я ему сказала, если мы увидим, то купим. Специально. Эни, эммистер я делал же. Эни, эммистер. А он и так тебе попадется. Кому он еще может попасться из нас? Давай, вперед. Давай. Поехали. Давай туда, где... Смотрите, какая у нас погода классная сегодня. Тепло, тепло. Не знаю, сколько градусов, но ветра нет. Классно. А давай в этот магазин... Мало. Давай поедем в этот магазин, где... Это еще и сайлики продаются. Давай в магазин не поедем. Давай обувь купим тебе? Нет. Самое главное. Я бы эммистер не могла. Молодец. Все. Значит... Закончили. Садись, иди. Найдите три отличия в моем муже. Видео до и видео сейчас. Садись, садись. Нашли? Напишите в комментариях. Ура. Выпишу в Амазоне. Все. Иди садись. Выпишу в Амазоне. Поищу и выпишу. Садись, садись, садись. В общем, муж мой побрился. Смотрите. Я ему перед выходом... Он надел уже куртку. Я перед выходом говорю. Ты что, блин? Он побежал быстрее, побрился. Видите, ему стыдно стало. Он, видите, улыбается. Сейчас я покажу его без стыжей глаза. Я говорю, нельзя быть таким, как ты. Ты почему тут все замараешь? Это не я. Давай, вставай. Так, ты поешь за ровем? Нет. А что это? Не хочу. Садись. Смотрите, какой теннисный стол продает. Вот у него награды-то же микроскопические. Так. Ромки. Что ты сообщишь? Мы приехали в доказательном. Ромки спортивные. Первый раз слышишь какой-то магазин, но... Мы были уже несколько раз. Смотри, кто-то потерял. Пошли. Рома, шарф потерял. Рома, ты пойдешь? Именно здесь я первый раз. Кто там, Рома? Глазки строятся сам себе. Пошли. Пошли уже. Садись вот сюда. Чтобы размер-то точно знать. Садись хорошо. Ножки вот сюда. Вот так, до конца. Назад. Вот ровно, вот так, пятку, вот так, пятку, да? Вот так, пятку до конца. Цирек, 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 зооис гуд. Ножки не поджимай, пальчики вот так, ровно. Вот так, что ли? Чуть-чуть еще вот эту левую, правую, правую, у тебя расстояние стрекло. Да, я и вижу. Он, кажется, не поджимай, ровно держи. Ровно держи. Ровно, расслабь, ножки вот так, расслабь, полно. Вот так держи. Тридцать-два. А здесь? Ну да, тридцать-два где-то у него. А эти тридцать-третье, а те у него, которые ему маленькие, они тридцать один. И простые кроссовки, и спорт кроссовки, они тоже тридцать один. Поэтому они, конечно, и маленькие. Он все дня одел такой, ай-яй-яй, одну нормально одел, а вторую прям у него он не смог мне их. И в этих носках бегал там на спорте. Так что придется. Надо брать тридцать-треть. Да, потому что через месяц придется новый. Растут как эти. Вот так вот, да? Ромаш, обувайся. Быстро растут. Ромаш, обувайся. Абувайся. Кстати, может свои тоже померить. Мы решили все померить ноги. Саша говорит, давай тоже померяй ножки. А то у нас постоянная же дилемма, что за размеры. Сядь. Ты должен сесть на этот. На лавочку. Сядь. Чтоб тебе удобно было. И что там? 44 у тебя стоит. Он не попал на палец. Ножки правильно стоят? А вот он. Вот так должен, да? Ну вот получается. Смотри, 45. А здесь, да, 45. Саша. Это новые размеры, наверное, стандарты новые их. Вот они вот эти китайские. 45 стоит. Посмотри. Не знаю, видно, нет? Да, он, 45. Видите? Так что, вполне возможно, что у сына 47 с половиной. Ну, 45 надо брать, все. Видите, в Германии сейчас даже ложки у нас с этими, как они называются, с пищалками, которые, смотрите, пластиковая ложка с пищалкой, чтобы не вынесли. С 3 копеек. С 3 копеек наложить. Германия. Безопасность. Да. Пойдем. Что тут? А тут тренажеры, что ли? Нет, тут, наверное, все, да? Пойдем. Ау. Что это? Нет, Рома, куда идем? Давай пошли. Хочешь спорт одевать? Хочешь спорт одевать? Ты толстый. Рома. Я у тебя куза, видишь? Роман, пошли. Пошли шуи выбирать, обувь. Роман, вот смотри, здесь уже эти спортивные кроссовки взрослые, значит где-то детские тоже должны быть, да? Вот они на размер больше. Что, хорошо? На размер больше надо? Они нормальные, как раз на размер больше. Это 32-й. Нормально? Берем такие? Да. Нормально тебе, удобно? Они связаны между собой, смотрите, как он беет. Оторвал уже? Ну ничего страшного, мы сейчас их купим. Что, нормально подходит? И быстро совсем. В общем, мы решили взять такие самые дешевенькие, потому что через все равно ему месяца на два. Так, главное, легкие, удобные. Тут они, правда, цену у них более-менее как бы адекватные. Смотрите, вот эти померили, но у нас нету размера тут нашего, получается, 32-го, который, 32-й мы хотели взять. 15 евро стоит. 14,99. Вот эти мы сейчас ему мерили. За 16,99. Вот эти тоже хорошие. Они, вон, 25 стоят. Ну, мы, короче, начали отсюда. И какие подходят, такие берем. В общем, берем эти. Обувайся давай. Нормально. Не зря сюда заехали. Мама? Там даже вон Adidas эти кроссовочки хорошие, да, смотрите. 35 стоили. Сейчас 27,99. Хорошие кроссовочки. И для девочек, вот они есть. И для мальчиков. И просто белые есть. 35 стоит, 44, которые стоили. В общем, есть выбор в спортивной обуви. Все, идем. Что же будет смотреть, продается. Интересно она. Ромашка, какой тебе подходит? Как ты думаешь? Я вот думаю, вот такой вот какой-то. Но хотя этот маленький, наверное. Вот этот тоже, наверное, для него, да? 250. Или? Саша, вот этот может быть, да, тоже? Или они одинаковые? Он мне закрыл глаза и привел, говорит, смотри, что тут есть. В гольф играть? Помните, как мы мини-гольф играли? Или что? А, это футбол? Нет. А я думала, это... А, точно, это ж... Гольф! Я на этот половик смотрю и думаю, это в гольф типа играть. Как это... Положи, Ромочка. А, стоит что, нельзя? А, сверху нельзя. Да. Ну, иди сюда. Покажи. Нет, это запрыгивать нельзя на кольцо. А закидывать можно. Закидывать можно, только запрыгивать вот так сверху нельзя, что может упасть. А закинуть можешь. На, еще раз. А-а-а! Все, молодец. Александр нашел свой этот... Тренажер. Биту. Сколько стоит? А вот тут же ты... Ты где брал, наверное, цена или нет? А, это красная, да? Вот она, 9,99. О, это с мячиком, видишь? Вот с мячиком. Это вот эта, наверное, ее цена, нет? Вот она, наверное. 40 евро. И мячики там, да? Какие-то разные, большие, маленькие продают. Вон, сверху, смотри, какие. Да, побольше есть какие-то мячики, смотри. Это вот, да, есть, наверное, вот с мячиком. А вон, смотри, с маской, с этим у нас. 35. С перчаткой. И с шариком. Угу. Роман, Роман, баскетболист наш. Смотри. Сверху, снизу бей, он вылетит. Снизу ударь вот так, он вылетит. Ну, посильнее. Хоп. Вот, видишь? Ну что, что купили, показывай. Показывай, что купили. Ромка раскрутил на мячик. Маленький мячик баскетбольный купил себе. В большой багажнике лежит, ему недостаточно. Купил маленький еще за 5 евро. И купили вот такие ботиночки эти. Спортивные кроссовки. Все, едем. Смотрите, какие громадины. Громадины. Поедем. Попробуем попасть в парикмахерскую, в общем, в этот. Барбер. Или как он подстрелился. Попробуем. Успеем, не успеем. Успеем. Ром, не дергай. А мне закрыто же, ты что? Ну ты какой я сильный. Ты сильный, разломаешь машину нам еще. Садись, силач. Я уже открыл дверь. Дергает, стоит. Нельзя, нельзя дергать. Нельзя закрыться вокруг. Потом придется продать твои игрушки все же. Машину ремонтирует. Мячик новый тоже продадим и машину вон делает. А что? А почему? Потому что ломать не надо машину. Понял? Я могу заново купить. А, ну это хорошо. Деньги будут, купишь мне машину. Ладно? Ну что, Сашу мы оставили в парикмахерской. Он пошел подстригаться. А мы с ромашкой тут немножко прогуляемся. Пока. Да, ромка? Ромка перчатки одевает. Прохладно стал на улице. Прям чувствуется, как будто морозит. Но хотя стоит минус... Ой, не минус. Плюс. Плюс пять у меня на часах стоит. Но это не точно. Мне кажется, холоднее. Потому что прям холодно. Стало. Там водичка, да, была раньше? Это фонтанчик. Сейчас выключили, потому что холодно, да? Да. Это фонтан такой, Роман. Ну, пойдем. Да, сейчас. Не надо туда садиться. Не надо вообще туда лезть. Это фонтан. Пойдем. Пойдем сюда. А вам что-то пупка едет? Нет. Замежнет пупка. Пойдем. Зашли домой. Александр подстригся. Да, зря ты, как короткий. Вот раньше нормально была прическа. Длинные были волосы. А сейчас обчикрыжили. Повернись. Нормально. Нормально. Пойдет. Нормально. Пойдет. Лысовато, конечно. Но пойдет. Ну, и на сегодня я с вами уже попрощаюсь. Мы сейчас будем ужинать. До завтра. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...